Спасибо большое, что пришли. Тут уже была шутка о том, что выбирая между походом на эту лекцию и шаурмой, вы выбрали эту лекцию. Спасибо большое. Наверное, есть короткая предыстория всей этой лекции. То есть по факту на самом деле все знают исход этой истории. На самом деле аутофагия и интервальное голодание никак между собой не связаны. Самый огромный спойлер всей этой лекции. Вся история началась с того, что где-то полтора года назад я общалась со своей знакомой. Она диетолог, психолог, это сейчас очень модно. И она на полном серьезе говорила о том, что интервальное голодание, оно очень важно и, между прочим, есть научная подоплека. Это Нобелевская премия, которая была получена в 2016 году. И что огромное количество исследований есть, связанные с аутофагией и интервальным голоданием. После того, когда я провела ей краткую лекцию о том, что это никак не связано между собой, я поняла о том, что не зря я очень долго изучаю этот процесс. Наверное, нужно рассказать людям о том, как очень часто СМИ пытаются обмануть обычных людей и нездоровыми заголовками привлечь внимание к своей статье. Но исход бывает один. Чаще всего это наносит огромный вред нашему организму. Буду подобна всем СМИ. Как вам заголовок? Мне кажется, все бы открыли такую статью с таким названием. То есть все бы хотели узнать, что можно есть в огромном количестве и не толстеть. Спойлер, мы это с вами тоже делать не можем. С чего же все началось? Давайте эпизод 1. Почему все вдруг в какой-то момент начали говорить об аутофаге? Это самопоедание внутри клетки. И почему все начали говорить о том, что голод, аутофаги, диета, все это связано между собой. Скажем так, популярность этому слову. Это слово стало популярным в 2016 году, когда Нобелевский комитет присудил премию японцу Исинори Асуме. Формулировка все-таки звучит за открытие механизмов аутофагии. По факту этот процесс был известен давно. Но именно он выявил, какие белки, гены участвуют. В дальнейшем его исследование стало настолько популярным, что благодаря этому мы знаем примеры, как аутофагия влияет на организм человека. Сейчас стараются многие технологии применять в медицине. То есть именно его исследования были таким толчком, благодаря которому стало развиваться определенное направление в медицине. Причем здесь голод. Так получилось, что аутофагию, самопоедание внутри клетки, он запускал благодаря голоданию. То есть он заставлял свой модельный организм голодать. Запускался процесс аутофагии, и они изучали какие-то белки и гены, о которых мы поговорим чуть позже. На самом деле именно тема аутофагии в последнее время очень популярна. То есть если мы зайдем на сайт PubMed, условно это определенная соцсеть для ученых, научного круга, то мы можем увидеть, что рост статей по теме аутофагии растет с каждым годом. То есть, например, в ноябре 2020 года я готовила онлайн-лекцию также по этой теме. И мы можем увидеть, что за несколько месяцев вышло больше двух тысяч статей на эту тему. Даже страшно на самом деле представить, что будет в конце года, потому что с каждым годом интерес растет. И на самом деле это та тема, которую можно, наверное, очень долго изучать, и все равно не до конца будет понятно, почему и как что получается. Если вдруг по какой-то причине вы решите загуглить, что же такое аутофагия, то вы, скорее всего, наткнетесь на огромное количество очень сложных объяснений и терминов. Скорее всего, вы уже все прочитали. Теперь давайте попробуем сыграть в игру. Кто понял, что такое аутофагия из этого определения на слайде? Так, ну, я знаю, что ты с биологическим образованием, это не канает. Давайте тогда постепенно разбираться, что же такое аутофагия и почему этот процесс так нужен и необходим нашему организму. Вообще, когда я только начала изучать процесс аутофагии, то на первой нашей конференции вы можете увидеть арт. Так выглядит процесс аутофагии, если в кратком изображении. В самом начале вы можете увидеть, как образовываются специальные органеллы для аутофагии, аутофагосома. Я подумала о том, что это же пакман, но по факту, посмотрите, это аутофагосома. В чем заключается ее смысл? Она должна убирать из нашей клетки какие-либо органеллы или какие-то поврежденные, например, белки, которые могут навредить нашей клетке. То есть она ходит, скажем так, по клетке и поедает все, что может по какой-то причине навредить нашей клетке. То есть условно, если мы утрируем процесс, то это будет выглядеть так, как игра пакмана из 90-х. Если, предположим, вам совсем не близка концепция игр 90-х, то мы можем представить это немного по-другому. Аутофагия – это своеобразная клининговая служба внутри нашей клетки, опять же, направлена на то, чтобы удалить и подчистить все. При этом главным инструментом для уборки будет являться обычный, предположим, круглый напольный пылесос, но фирма аутофагосома. Назовем это так. И самый главный принцип аутофагии, который мы, наверное, должны с вами сейчас учесть и понять, что именно для поддержания одной клетки мы можем пожертвовать какими-то органеллами для того, чтобы клетка хорошо работала. Если же по какой-то причине из-за большого стресса, из-за каких-то химических агентов мы не можем сохранить клетку, то тогда мы ее должны ей также пожертвовать, уничтожить, чтобы сохранить весь организм. То есть мы жертвуем малым для спасения большего. Чуть-чуть повысим градус научности. Как я уже говорила, так выглядит процесс аутофагии. В чем вообще заключается принцип? У нас есть белки и органеллы, которые не нужны нашей клетке. Они балласта, буза могут навредить. Начинает образовываться пакман или же напольный пылесос аутофагосома, как кому ближе, поглощается то, что нужно убрать, удалить из клетки. Потом присоединяется специальная органелла с кислым PH. Именно она поможет аутофагосоме переварить то, что нам не нужно. По итогу мы будем иметь на выходе аминокислоты, из которых мы сможем построить, например, те органеллы или белки, которые необходимы на данный момент клетке. То есть у нас идет своеобразный цикл. Что же может, например, запускать процесс аутофагии? Самое главное, что мы также должны запомнить с вами сейчас, что аутофагия — это процесс, который идет в наших клетках постоянно. То есть у нас всегда в клетках будет образовываться что-то такое, чего нужно избавиться, и нормально, что на каком-то супернизком уровне у нас будет идти процесс аутофагии. Но иногда бывают моменты, когда бывает взрыв этого процесса, его нужно очень много. Предположим, это может быть развитие самого организма. Это могут быть, например, какие-то заболевания. Это могут быть какие-то агенты или, например, активные формы кислорода. Возможно, могут быть различные виды стресса. Запускается процесс аутофагии. По итогу, что мы видим? Если это развитие, то у нас образуются ткани, новые органы. Если, например, это было голодание или какой-то стресс, у нас появляются новые питательные вещества за счет того, что мы переработали то, что нам не нужно, и образовались новые аминокислоты. Это может быть иммунный ответ. Это может быть клеточная гибель, так как мы не можем удалить весь тот мусор, который так много накопился в клетке. И, опять же, это контроль качества белков и органелл. Очень часто процесс аутофагии связывают именно с условной молодостью. То есть, если аутофагия справляется, она все удаляет, то все у нас идет хорошо. Если, предположим, есть одна из теорий, что когда процесс аутофагии перестает справляться, когда накапливается большое количество каких-то белков, то организм начинает постепенно стареть и не справляется со своими функциями. Немного напугая, но все-таки мы решили повысить градус научности, так выглядит на самом деле это маленький кусочек того, что вообще происходит в клетке. Это сигнальная система. И из всего этого многообразия нам нужен всего лишь один белочек. Именно он влияет на то, чтобы запустился процесс аутофагии. Чем примечательен процесс аутофагии, и почему японец за него получил Нобелевскую премию? В процесс аутофагии вовлечено больше 35 специфических белков, которые работают только на процесс аутофагии. Это аутофагические белки, АТГ, аутофаги-related гены, гены, вовлеченные в аутофагию. И так получается, что мы имеем огромный процесс в клетке, один белочек МТОР в какой-то момент может запустить процесс аутофагии. Если его очень сильно утрировать, предположим, если его очень сильно утрировать, то он будет выглядеть именно так в клетке. То есть здесь мы видим огромное количество только АТГ-белков. Благодаря исследованиям японца, мы знаем, что у нас есть определенные маркеры. То есть если мы знаем, что у нас есть слишком большое количество, что, например, белка, сейчас я его найду, у животных он называется LC3, у дрожжей, растений он называется АТГ-8, это определенный маркер аутофагии. Например, если мы знаем, что его очень много образуется в организме, значит активно идет процесс аутофагии. Например, мы это можем выяснить по генам. Мы можем увидеть, как образуется огромное количество копий одного гена, например, АТГ-8, и точно сказать, что у нас идет процесс аутофагии. Предположим, здесь также представлено огромное количество других генов, и они настолько многофункциональные, что по ним мы бы не смогли сказать, что идет процесс аутофагии. Но благодаря тому, что есть супер уникальные белки, они будут являться маркером аутофагии. И сам процесс аутофагии, он настолько сложен и уникален. То есть представьте, у нас в клетке нет ничего лишнего. То есть благодаря эволюции мы отказались от огромного количества каких-то разных ненужных фрагментов, а целый каскад белков, которые отвечают только за процесс аутофагии, он у нас остался. Здесь также на слайде показано, в принципе, как получаем вот такие красивые графики цветные. На самом деле это выглядит гораздо лучше, чем классические научные столбики, которые вы получаете в Excel. То есть мы получаем... Этот метод называется real-time. То есть мы копируем, например, одну копию необходимого нам гена необходимое количество раз, чтобы посмотреть, есть ли увеличение этого гена или нет. Получается для начала... Ну, это такая короткая сводка, вдруг кому-то интересно. Мы сначала растираем необходимый нам образец, выделяется РНК, потом синтезируется коммерческими наборами ДНК, и в дальнейшем также коммерческими наборами делаются специальные миксы, благодаря которым на приборе мы можем копировать несколько раз необходимую нам копию ДНК и посмотреть, насколько ее больше или меньше, а в контроле, например, другое количество какое. Тогда возникает вопрос, если у нас есть аутофагия, и вроде бы японцу дали Нобелевскую премию за голодание, тогда нужно ли нам голодать или нет? На самом деле это очень интересно, если ввести просто в Google слово аутофагия, то вы не увидите ничего научного. Самый мой, на самом деле, фаворит среди этого поиска это аутофагия отзыва. То есть я не представляю, что вы собираетесь там увидеть. Я прям представила. Аутофагия, белки переваривает хорошо, а вот с митохондриями что-то не так. Нужна новая версия. Не знаю. Какой отзыв вы хотите получить на аутофагии, это сложно представить. А главное, кто его должен писать. Если же мы дальше пишем аутофагия и голод, логично, что, наверное, мы должны были бы увидеть что-то из научных статей, например. Или, ну вот, самое научное, это механизм голодания, механизм аутофагии и голодания. Ну, такое себе на самом деле, там все равно выйдет все к диетам. И получается непонятно, должны ли мы голодать. То есть, если мы зайдем на YouTube, то все будет говорить о том, что нужно голодать. И, между прочим, за это человек Нобелевскую премию получил. То есть, вот на самом деле, самое страшное, что я смотрела все эти ролики, чтобы их сюда вставить скрином. И в какой-то момент я думала о том, что чем я занимаюсь. Вот люди делают псевдоролики, и все хорошо. На самом деле, вот здесь молодой человек продвигает какие-то пакетики, какие-то диеты, еще что-то, и ему вообще нормально. Я тогда думала о том, что, в принципе, возвращаясь к тому термину, который был в самом начале, что же мы можем есть тоннами, и все будет хорошо, и при этом мы не будем толстеть. В принципе, тоннами мы можем поглощать поврежденные белки, какие-то органеллы, но это будем делать не мы сами, а будут делать все-таки аутофагосомы внутри нашей клетки. Как вы думаете, что объединяет все эти организмы? Хотя бы какой-то. Так. Ну, это логично. Про слайд я тоже помню. Это тоже логично. А растение у вас? Ну, оно, в принципе, тоже будет поглощать пищу. На самом деле, что их объединяет? Это все модельные организмы. Это все модельные организмы, на которых изучается процесс аутофагии. Разочарование на людях по различным, скажем так, этическим вопросам мы не можем исследовать процесс аутофагии. Для этого у нас бы не хватило времени, потому что это очень долго и потому что это неэтично. Поэтому на помощь нам приходят пекарские дрожжи. Между прочим, благодаря им и японецы получают свою Нобелевскую премию. Обычная плодовая мушка дрозофила и робидопсис. Растения, которые активно используют это те, кто занимается физиологией растений, молекулярной биологией, связанной с растениями. То есть, это модельные организмы, на которых изучаются аутофагии. Тогда возникает вопрос, как же они должны голодать, чтобы запускался процесс аутофагии. Один из возможных дизайнов эксперимента, в принципе, мы его использовали в своих статьях. Разочарую вас немного. На самом деле, я не занимаюсь людьми, я физиолог растений. Одним из моих объектов исследования является пшеница. И специально для экспериментов с голоданием мы использовали культуру клеток, в принципе, все это выглядит так прикольно. На самом деле, вот она пшеница, вот она культура клеток. Когда мы моделировали голодание, что входит в эту колбу, кроме клеток пшеницы? Здесь также находится питательная среда с определенным количеством различных солей, стимуляторов роста, ферментов и также глюкоза. Все очень просто. Эта культура выращивается на определенном количестве сахара. Когда мы хотели сымитировать голод, мы пересаживали культуру клеток на более, скажем так, бедную питательную среду, где было гораздо меньше сахара, и это приводило к аутофагии. То есть, до этого я вам все время показывала этот снимок, и, скорее всего, все представляют, что примерно вот так ученые и видят эту аутофагосому внутри клеток. Можно? Самое огромное разочарование, наверное, когда я в первый раз увидела аутофагосому. Как она выглядит на самом деле? Вообще печаль, я считаю. Что мы здесь видим? Это сгусток клеток, и именно стрелочками мы можем увидеть вот эти аутофагосомы. Напомню, ожидание, реальность. В дальнейшем мы также, как всегда, как все ученые, мы пытались смотреть аутофагию уже на клетках корней пшеницы. Эти рисунки выглядят гораздо прикольнее, я думаю. Тут тоже вы можете увидеть огромное скопление точек, и так тоже выглядят аутофагии. То есть, на самом деле, ничего не меняется. тогда возникает вопрос. Возможно, в силу того, что... Сейчас, можно секунду? В силу того, что, возможно, я просто молода, я аспирант, я не знаю ничего про аутофагию, опыт у меня маленький, и может быть, аутофагия это не то голодание, которое мы моделируем. Может быть, это действительно диеты и тому подобное. Но в прошлом году, в январе, проходила огромная конференция в Москве, куда был приглашен японец. и так получилось, что в течение... То есть, где-то 30 минут он рассказывает про процесс аутофагии, за что ему дают Нобелевскую премию, и следующие 40 минут ему задают вопрос из серии «А как худеть-то? Диета какая подойдет лучше?» И видно, как он... То есть, там работает переводчик, и видно всю его мимику, где он такой... Может быть, переводчик лажает? То есть, какая диета? И что не так? И в конце всей этой конференции девушка задает корректный вопрос насчет аутофагии. И мы выясняем, что же сам Нобелевский лауреат считает как аутофагии и диеты связаны между собой. Можно, пожалуйста? Что ваши исследования никакого отношения к интервальному голоданию не имеют, и это никак не соотносится с научным мировоззрением. Вот мой вопрос. Окей. Да. На самом деле, все, что я хочу сказать, я никогда вообще не говорил, что голодание, именно такое голодание, диета, помогает, способствует процессу аутофагии. Я никогда этого не заявлял. да, видимо, что-то пошло не так. Может быть, я поменяю свое мнение, пойму, что голодание это очень полезно для здоровья. Да, вероятно, ошибка была. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что многие, что это никак, что ваши исследования. То есть, на самом деле, даже сам Нобелевский лауреат не считает, что диеты нам всем помогут. Возможно, у вас может возникнуть вопрос, а неужели не пытаются изучать аутофагию не просто на каких-то клетках, культурах, как это мы пытались делать с растениями, а, предположим, на целых организмах. Эти исследования, конечно, сейчас стараются проводить. То есть, вы можете найти единичные статьи, если вдруг вам действительно это интересно, где мыши подвергаются голоданию, также там вызываются параллельно какие-либо стрессовые воздействия, очень похожие на то, что может привести к заболеваниям у человека, но по факту какого-то комплексного исследования не происходит. То есть, опять же, мыши голодают, потом делают срез условно их печени и смотрят, а вот как чувствовала себя печень во время голодания. Но такой процесс очень сложно изучать комплексно, потому что напомню, что это огромные скажем так каскады реакций, вовлечено огромное количество белков и генов, и вы не знаете, например, если в печени все было классно, как там чувствовала себя поджелудочная в этот момент. Возможно, у нее все было очень плохо. Вторая популярная тема это то, что все поняли, что аутофагия это хорошо. И все пытаются каким-то образом предположим ее стимулировать. Потому что мы же знаем, что если у нас удаляются белочки, которые нам не нужны, если удаляются органеллы, это будет, например, стимулировать то, что мы еще дольше будем здоровыми, организм наш будет молодым. но это на самом деле неправда. То есть огромное количество статей показано, что при высоком уровне аутофагии мы можем наблюдать молодость клеток. Молодость, опять же, в кавычках, потому что мы до сих пор изучаем молодость, старение, и до конца мы не пришли к тому, а что же приводит к старению, и где эта разница между молодой и старой клеткой. Также высокий уровень аутофагии может приводить на самом деле к вещам, которые никто бы не хотел у себя. Это онкологические заболевания, различные воспаления, гибель клеток, ни одной клетки, предположим, а огромного количества тоже не особо полезно для людей. Низкий уровень, конечно же, это контроль качества, опять же, это своеобразная молодость клеток, но при этом это, опять же, онкология, воспаление и нейродегенеративные заболевания. На самом деле нейродегенеративные заболевания это как раз вот тот кубик-рубик, который сейчас все пытаются собрать. Это прекрасный пример того, что аутофагия это какой-то такой двуликий процесс в нашем организме. но если поговорить скажем так с начала самого позитивного, то есть в самом начале мы говорили о том, что аутофагия сопровождает нас с самых первых дней, то есть когда у нас происходит развитие организма, было показано, что, например, у мышек выключали один из белков АТГ, который вовлечен в процесс, и предположим, мышки дальше не выживали, то есть скажем так, они оставались на стадии восьми клеток и дальше не могли развиваться. Или это приводило к высокой летальности, если выключали другие, например, аутофагические гены. У дрозофилы, у как раз той фруктовой мошки также показано, что аутофагические гены играют огромное значение в самом начале развития, опять же это летальный исход, или, например, мухи неправильно развивались. Если мы поговорим немного о старости, как я уже говорила, нейродегенеративные заболевания, в чем двуликость этой истории? С одной стороны, например, болезнь Альцгеймера, ее все ассоциируют именно со старостью. То есть по одной версии считается, что образуются такие определенные бляшки, где скапливаются токсичные белки бета-амилоидные. До конца почему они токсичные, это непонятно, это до сих пор изучается. По одной версии такие бляшки образуются из-за того, что с возрастом аутофагия начинает медленнее и тяжелее удалять различные белки, и из-за того, что она не справляется, как раз образуются вот такие бляшки. Другая история говорит о том, что такие бляшки могут, например, образовываться из-за того, что как раз вот эти аутофагасомы не до конца созревают, они входят в контакт с этими токсичными белками, и они накапливаются. То есть считается по одной версии, что из-за низкого уровня аутофагии мы получаем такие бляшки, по другой версии, что из-за как раз высокого уровня. На самом деле у ученых это нормальная история, когда там 50% считают, что виноваты звезды, а другие 50% считают, что виноваты солнце. И вот та же самая история, то есть пока непонятно, кто прав, кто нет, но все равно не стоит злоупотреблять процессом аутофагии. И есть определенные мечты, что мы найдем ту таблетку, которая будет стимулировать аутофагию. Разочарую, скорее всего, нет, потому что это может привести к непонятным и, возможно, иногда летальным исходам. Если возвращаться к самому началу, нужно ли голодать или нет, вовлечен ли процесс аутофагии, сто пудов он вовлечен. Вот прям как ученый, который получил два диплома и сейчас пишет кандидатскую, скажу да. Но это не означает то, что ваш гастроэнтеролог будет рад тому, когда вы скажете, я тут восемь часов голодал, потом нет, и у меня заболел желудок. Мне кажется, он где-то там будет плакать, когда вы будете говорить, ну, потому что аутофагия, я решил похудеть, так делать не надо. По итогу получается, что если для кого-то хорошо, то для кого-то не всегда как вариант сработает такой же механизм. Поэтому берегите себя, думайте над тем, правильно это или нет, и также проверяйте источники информации, потому что на самом деле СМИ любят громкие заголовки, но это не всегда означает то, что они правдивы. И, наверное, эту лекцию я хотела бы закончить классным слайдом. Он на самом деле прекрасно описывает всю ситуацию сейчас в науке и в контексте именно аутофагии и голода. Все также на самом деле мы занимаемся аутофагией, у нас огромная лаборатория, и это такая минутка сентиментальности, но на самом деле такой бы лекции, таких бы исследований не было без этих классных ребят, которые меня обучают и с которыми мы работаем. Вот. Все. Спасибо большое.